Итак, дорогие друзья, с вами Валерий Бусыновский. Сегодня поговорим о самом коротком пути от новичка до профессионала. Поговорим на примере конкретного человека и те ошибки, которые успел сделать Дмитрий. То есть давайте подправлять, как думать. Ссылка на статью будет в описании. Здесь три длинных сообщения. Дим, смотрите, вот ваше сообщение. Вроде все понятно, надеюсь, кто-то будет смотреть, тоже понятно. Домашнее задание прилагаю. Валерий, немного непонятно, куда двигаться дальше, на какие уроки обратить внимание. Сейчас двигаюсь в разделе разработка, в разделе с нуля строки нужны знания классов. Итак, сначала, Дмитрий, сейчас мы разберем эту ситуацию. Я обращу внимание, да, что делать. Теперь, вот ваше домашнее задание. Я вижу все прекрасно у вас с прохождением уроков. И для вас это уже зона комфорта. То есть вы себе устроили праздник, да, вместо кодирования. 50% делаем уроки, 50% мы начинаем работать в том, что описано в этих трех статьях. Специально на примере итераторов написал. Иначе мы будем очень долго идти к тому, чтобы писать хороший код. По хорошему коду. Здесь есть ссылки, мы поговорим. Я записал несколько видео специально перед тем, как вот как раз начинается ООП. Да, мы взяли код тога от Russell Keita Magi, да, и разбираем там кусок хода, кода. И четко сделаете выводы, что такое хороший код. В конце, в третьей статье мы как раз это и подводим итог, да. Это видео я сюда ставлю как отвлечение, потому что мы говорим в третьем, в третьем сообщении о чем? О самом методе, о самом подходе. Потому что есть люди, которые никак не могут начать писать, хоть сто лет учись. А писать можно намного быстрее на абсолютно любых языках. Сначала насчет вашего вопроса, значит, о типах данных. Здесь я действительно описал, какая ситуация в реальности. Итак, что на первом этапе надо сделать? На первом этапе, сейчас для вас конкретно, Дим, для вас до классов, первое, что надо сделать? Четко проверить себя. Вот пока вам надо знать только, что есть что. Вот это должен знать новичок. Вся проблема в том, что на большинстве курсов, в большинстве изучающих, вот эти знания остаются навсегда. Иными словами, как это происходит? Происходит это следующим образом. И это является ошибкой. Значит, вот приходит человек. Как правило, программы устроены таким образом, как справочники. Рассказывают про типы данных. Это все правильно. Но, как правило, на этом вот рассказали. Вот там список, вот там строка. Вот это вот кортеж. Они делают то-то. Новичок это первый раз слышит, первый раз увидел. В конце концов, пошли он уже давно забыл. И потом пытается себе вспомнить, что такое список, что такое кортеж, что такое... И так далее. Второй этап изучения типов данных происходит, когда мы работаем с функциями. И третий этап с классами. И все это на самом деле получается банально просто. Теперь, Дима, смотрите. Вот вопрос у меня опять к вам. Чтоб вы на это обратили внимание. Вот это затерявшееся исключение, это что? Это домашнее задание? Это одно исключение? Бедное, несчастное, затерянное. И больше нет, да? Ведь мы же разговаривали, да, с вами, с ребятами школы, что изучается язык через исключение. И при этом приобретается навык, то, что Денис когда-то описывал, что я уже предвижу, да? И потом я вижу это исключение, неважно где, в джанго я делаю, в тога или другом. Я понимаю, идет о чем речь. Где этот навык? Вот с этим навыком, с одним исключением, вы знаете, такие задания лучше не присылать. Ну зачем мне это? Мне это не надо, я это знаю. Но если здесь, если уже вы работаете, да, то давайте работать так, чтобы это было, было на что посмотреть. То есть, одно исключение, никому не нужно. Второй момент. Дим, все типы данных у вас уже найдены в документации, вы знаете, где их найти. Если нет, записываем и ищем. Это первое, что надо было сделать. Теперь по пути. Собираем в голове. Вот смотрите, здесь у вас есть ошибка, да, куда идти дальше, вы спрашиваете. Давайте откроем. Вот, Дим, было ваше задание. Доброго времени суток, Валерий, прикладываю вам домашнее задание по Пандас. Помните, что я написал? Дим, посмотрю на следующий. Вы огромный молодец. Да. И на этом остановились. Какие типы данных до нас будут доходить? Если мы откроем код, откроем код, что мы видим? То, что сейчас вот мы рассматриваем здесь, кстати, для ребят, которые новые смотрят. Это не учебные уроки. Это я показываю, как выглядит профессиональный крутой код. Ведь, в конце концов, чтобы писать вот этот код, надо, наверное, на него посмотреть, на него понять, его понять. Это я уже в третьей статье отметил, там, относительно Дениса. Насколько я видел, вы прошли параметры. Тут мы уже начали говорить о применении функций. Предыдущее видео, да? Где я там это делаю? Вот открываем ваше задание по применению функций. Какая была задача? Взять в библиотеку Pandas, взять какой-то модуль, написать свою функцию. Но ведь это только начало. Это только начало. Да, у вас это прорыв. У вас это прекрасный шаг. Да, проработка здесь правильная. Да, проработка правильная. Но вот эта скупость на исключения, на варианты, все-таки она, понимаете, вас просто преследует. Изучение языка это и есть поход через исключения. Это метод изучения. Он у вас выпадает. Идеальный вариант, он никому не нужен. Возвращаемся к типам данных. То есть, как только мы не до конца понимаем функции, 100% начинают возникать вопросы с чем? С типами данных. Правильно. Потому что на втором уровне нам надо понимать типы данных. Но давайте мы возьмем сразу все уровни, связанные с классами. Открываем, что мы открываем? Открываем глоссарий. И ищем последовательность. Ищем последовательность. Как раз это будет то, что вам сейчас, я сказал, что 50% уроки, 50% вы идете как исследователь. То есть, уже начинаете только думать, составлять планы и работать над системой, работой с кодом. Ищем последовательность. Вот она. Итак, с одной стороны, с одной стороны, сейчас я еще кое-что открою. Вот в чем проблема большинства людей, которые делают примерно так. Когда рассказали план дома, но кирпичи забыли провести. И потом вечная проблема, то есть начинаем писать. А проблема заключается в том, что на начальном этапе человек проходит типы данных, которые у него откладывают совершенно мутные. Он пытается потом вспомнить, что такое список, что такое там кортеж и так далее. Открываем глоссарий и смотрим. Последовательность. И здесь четко написано. И требл. Дальше написано, что? Лет. Дет. Айтем. Понятно, что здесь надо изучение классов. Но на самом деле, зачем нам это нужно? А для того, чтобы посмотреть по-другому на последовательность. Что здесь написано? Да здесь написано не что иное, как написаны свойства последовательности. Скажите, пожалуйста, если... Давайте сделаем так. Сейчас нарисуем, да? Вот у вас прямо здесь и нарисуем. Скажите, первое, что надо выяснить, что вот этого строка, дальше следующий список, дальше кортеж, имеют одни и те же свойства. Скажите, если вы будете эти свойства знать, то вообще тогда надо нам идти сюда и зачем надо идти? Да и за единственную вещь, что делает строка, список и кортеж, мы уже будем знать. Нам не надо идти в документацию. Единственное, зачем нам понадобится документация, это посмотреть форматирование строк и посмотреть методы, которые относятся к кортежу, к списку. Но, вот это самый высокий уровень прохождения типов данных. Как правило, в большинстве курсов на начальном этапе, как я рассказывал, прошли и кинули. И дальше, что участник? Абсолютно верно, он просто не знает, как это надо учить. Да ничего здесь сложного нету. И здесь нету никакой математики. Вот нам сказали, ну давайте рисовать. Какие там были? Ложим. Да, нет, кладем, ложим. Давайте сделаем еще проще. Второе. Начинают чушь разную читать, что не понимают. Ведь что такое? Поехали. Итак, что такое последовательность? Давайте смотреть глоссарий. Глоссарий. Первое. Итерация. Мы говорили именно на эти статьи, написано, примере итераций. Но итерации вы не используете в жизни, не верю. Кто-нибудь посчитывал яблоки, что-нибудь посчитывал жизни? Так вот, назовите этот подсчет итерацией. Или вы как посчитывали? Считайте, итерация, перебор по одному. Вот вам камешки. Считайте, что это камешки. Итак, первое. Первое. Любая последовательность, список, кортеж, строка будет поддерживать итерацию. То есть, можно пересчитать по одному. Раз, два, три, четыре, пять. Правильно. Открыли, посмотрели. Вот написано. Итерейбл. Вопрос в другом. Вопрос, что новичок не умеет работать с документацией. Поэтому я вас спрашиваю, Дим, вы нашли все типы данных уже? Вы на них бывали? Вы их читали? Или просто заглянули? Вот поэтому эта статья еще как раз и будет вам говорить, как относиться к документации. Что надо понимать? Ведь совершенно разные понятия, как мы там говорили, итерейбл. Да? Итерейбл. Давайте посмотрим. Переведем. Объект, способный возвращать члены по одному. Но есть понятие итерация, есть понятие итератор. Но давайте заглянем. Нет, давайте сначала закончим с типами данных. Итак, если мы читаем, что все это, все, все типы данных, список, строка, кортеж, это последовательности, значит, они все поддерживают итерации. Значит, скажите, мы понимаем, что будет документация написана, что их можно пересчитать, что они имеют определенный порядок. Иными словами, все очень просто. Каждый элемент расположен на определенном месте, который можно посчитать. Кроме этого, второе. Мы видим, что пока не участвовали. Get item. Иными словами, кто-то слышал, кто-то нет. Ну, вообще банально просто. Дай мне красный яблоко, а мне синий. Скажите, пожалуйста, если перед нами лежит пять камешков, вот в жизни, вот положите на дороге перед собой пять камешков. Скажите, мы можем взять первый, а потом передумали взять третий. Можем. Это и называется программирование извлечения по срезам. Иными словами, последовательность поддерживает извлечение по срезам. Мы можем выбрать первый, третий. Мы можем выбрать первых три. Мы можем выбрать с конца последний и предпоследний. Иными словами, выбрать. И третье, мы можем все это пересчитать. Давайте дальше смотреть. Иными словами, метод Лен. Иными словами, мы можем узнать, у нас тут 5 камней, а если у нас даже 50 тысяч камней, мы можем узнать, просто пересчитать длину последовательности. Итак, 3 свойства. Это сложно? Нет, не сложно. 3 свойства. Теперь мы можем спокойно зайти на, например, куда мы зайдем. Ну нет, мы зайдем в библиотеку, сейчас посмотрим. И мне не надо уже говорить, что там будет написано. И вам не надо. Вы будете четко знать, что там описаны 3 вещи. Значит, единственное, что надо будет посмотреть, это методы. Итак, поехали. Вот, пожалуйста, итерации мы видим. Дальше поехали. Дальше поехали, дальше, дальше смотрим, да? Давайте посмотрим, чтобы вам было видно. Чтобы был смысл. Вот эти статьи, Дим, написаны для вас, конкретно для других ребят школы, на примере итераций и изучения итераций. Потому что, когда мы начинаем открывать вот это все, да, где это открыто было, то везде мы будем что видеть? Итерируемый объект и так далее. Все будет связано с итерацией. Конечно, если у нас нет представления, что такое итерация, что такое итератор, итерируемый объект, то какое-то глубокое понимание типов данных у нас не произойдет. Значит, что? А да вот оно решение. Вот оно решение. Оно нам было, да? Было дано. Дима, совершенно здесь, здесь черным по белому написано. Дмитрий написано. Я последовательность. Я просто охрененно кричу, что итерацию, Дима, ты должен знать от и до. Видеть это в документации и читать. В третьей части мы говорим об этом. Просто качество, вот сегодня качество, Дим, твоего самообучения, оно у тебя 20%. А ты можешь 100%. Первая ошибка. А то, о чем мы договорились, допустим, идти с исключениями, поделал, поделал и все. Для меня это, Дима, не надо делать. Либо вы не понимаете важность идти через исключения, либо вам это не надо. Но мне это тоже не надо. Я же не буду вас заставлять. Дима, делайте через исключения. Просто я написал эти три статьи не для того, чтобы там ругаться на вас. Для того, чтобы вы поняли. Сейчас. Кроме этого, в этой статье есть, как мы говорили, составить план работы с кодом. На примере итерации. И вот, что должно происходить. Вы должны начать видеть документации, понятия. Допустим, создать итератор, провести итерацию и так далее. И здесь мы решаем вопрос абсолютно для всех языков. И я вам далее привел итерации в разных языках. Если мы понимаем в Python, то давай нам язык программирования Go, дальше C++ даже здесь написал. Только что там многословно все. Но берите JS, но вы везде, Kotlin, вы везде сможете работать. В статье это отражено. Мы разобрали сейчас итерации. Остальные все члены будут делаться абсолютно так же. Второе. Извлечение по срезам. Ну и третье. Здесь даже говорить нечем. Здесь больше надо говорить о методах. Вот здесь правильно вплетаются классы. Потому что понятия GetItem, Len. Называются дендер-методы или магические методы. Вернее, не дендер, а дандер. Ну, называйте как хотите. От этого... Так вот. Теперь. Не зря я указал в статье. Вот смотрите. Есть там момент такой. Есть момент такой. Но он не касается вас. Вот смотрите. Вот приходит человек-новичок. Да, совсем. Изучая язык программирования, наша задача выделить общие элементы. Почему? Вот берем на примере итераторов. Какой язык не открывай. Я давал ссылки там, да. И везде будут итерации нам понятны. Но давайте представим, что вы все-таки прислушаетесь и сделаете. Переходим в Kotlin. В чем отличие от Python? Потому что на сайте Python это единственный язык программирования, который расписал все. Все современные языки, которые люди описывают, они описывают смысл, но понятия не описывают. Поэтому, когда человек-новичок приходит к Kotlin, он смотрит как баран на новые ворота и ничего не понимает. Так вот, чтобы этого не происходило, я вам в конце статьи написал, что начните с трех вещей. Тем не менее, тем не менее, если вы четко понимаете разницу и читаете итератор, и что это изучили в Python, то вам уже очень четко понятно, что делать. И смотрите, механизм здесь взят полностью с Python. То есть, только что здесь нет метода, как в Python, да, итер, да, метода магического. Но, тем не менее, вызывается та же функция, просто это было им удобно. Дальше. Если мы откроем другой язык программирования, это у нас JavaScript, то, опять же, обработка элемента, то есть, расписаны итерации. И вы спрашиваете, что вам делать. Когда вы изучите итерации Python, то надо себя проверить и посмотреть на что. Посмотреть на то, как вы можете писать итераторы на других языках. Проблем не должно возникнуть. Это и есть показатель. Потому что я здесь отметил, в чем проблема возникает. Да вот в чем проблема возникает. Я специально это не поленился написать. Изучая язык программирования, наша задача выделить элементы. Но подождите, как по-другому назвать? Во всех языках есть итерация. Понятия, итератор, итерация, итерируемый объект, они абсолютно идентичны для всех языков. Немножко разная реализация, немножко разный синтексик. Но смысл один и тот же. Синтексис пишется один, два, три раза, все понятно. Я сейчас о чем, Дима, говорю? О глубине. Вот смотрите, вы функции взяли и кинули. Да, с параметрами мы разобрались. И кинули. А дальше где глубина? В чем заключается задача преподавателя? Если хочешь научить человека писать, то надо заострить внимание. Вот ты изучаешь итераторы. Итератор, итерацию, итерируемый объект. Давай изучай с тобой по принципу Python. Изучили. Пошли теперь с тобой в язык программирования Kotlin. Давай попробуем. Получается? Получается. Давай пошли в следующий язык. И так далее. Оказывается, везде получается. Даже если мы придем в C++, нам тоже будет понятно. Нам надо было понимать, что такое итератор. Опять же, смотрите. Итератор. Это структура данных, которая используется для обращения к определенному элементу в контейнерах. Но читаем в Python. Вот здесь смотрим. Объект, представляющий поток данных. И отличается? Да не отличается. Если мы нажмем функцию Next, то будет очень четкое определение. Возвращаясь в следующий элемент. Смысл один и тот же. Разница лишь в том, что если мы смотрим, допустим, C++, тут будет, что сделано написано? В контейнере. Вот как раз таки итератор работает в контейнере, и этим отличается указатель от итератора. Вот это тоже новички путают. Указатели и итераторы все в одно несут. Ну и что дальше в C++? Хорошо знаем мы, что такое итератор. Единственное отличие от других языкового программирования, что дальше надо ручками собрать. Вот в чем смысл программирования C++. Ручками собрать. Если в Python, в Python есть такое понятие, смотрим, iterable, да, то есть является ли объект, который можно пересчитать. Иными словами, нам в Python не надо заморачиваться. Мы написали код, хороший, вот как раз эти видео смотрим, да, мы разбираем mutable.z, разобрали код, и просто-напросто добавили что? Добавили для проверки значит объект итер, не объект, а функцию итер. В данном случае нам здесь надо пересчитать элементы, это мы говорим об этих видео, крутой Python, но с другой стороны, что делает эта функция? Она в первую очередь определяет, а является ли объект итерируемым. Если он не итерируемый, допустим число 1, он выдаст исключение. В C++ так не получится делать, да, потому что в Python это все предусмотрели. В C++ разница в том, что надо собрать. Если мы хотим создать итерацию, то дальше идет просто сборка. Иными словами, я хочу пересчитать данные. Значит, что? Есть контейнер. Ну, понятно. Значит, надо указать этот контейнер. Контейнер Вася. Дальше. Сам он не пройдет, значит, импортировать сам итератор. Взять, есть такая, модуль итератор, надо его импортировать. Дальше, все ручками просто надо писать. Ручками пишем, что и где итерировать. Это Python разбирается, он увидел там список кортеж, он поймет. А это тупой язык, он вообще ничего не знает. Его вообще не существует. Поэтому ему надо говорить, смотри, вот это вот контейнер, ты понял? Ага. Дальше. Вот это тип, и пишем тут там тип, там бла-бла-бла. То есть, вот это итератор, ему все надо прописывать. Этим отличается C++ геморроем. Указать методы. Вот это вот начало, вот отсюда идешь, копаешь, не отсюда и до обеда, а вот отсюда и до седова. Все. Ну, сложно? Не сложно. Указать тип, потому что он не понимает, ему надо сказать, вот это вот строка, да, прописать, а вот это число, потому что он не может отличить строке от число. Это язык, который вообще ничего не понимает. Поэтому на нем можно написать все, что угодно, но при этом вы должны контролировать. Вот разница, и что здесь сложного? Вы мне скажите, просто геморроем, да. То есть, по сути дела, когда мы работаем C, надо просто везде тыкать, все указать, иными словами собрать. или, по-простому говоря, значит, Python может сказать, да, допустим, вон там 10 корзин, пересчитай, он побежал, пересчитал, а C++ надо будет указывать, это корзина, она 5 сантиметров, вот ты считаешь вот с этого яблока, потом переходишь к второму яблоку, и последний яблок у тебя этот, иными словами, вы всю работу сделали за язык, сами посчитали, а языку как бы вот такой смысл программированный на C, C++. Поэтому я говорю, молодежь, это уже ваше желание, люди подумали и сказали, да ну его нафиг, и придумали раст, там уже вложили и распределение памяти, и там уже все немножко попроще, да, и уже более молодые программисты, они уже думают, не, мы не дураки, нам пусть эти деды пусть там рассказывают, ну конечно, когда одно дело разрабатывать там систему Windows 30 лет никуда не спешат, то в принципе можно ковыряться, а сейчас время бежит, поэтому ребята подумали, подумали, где 90% ошибок в C++ в памяти, а зачем нам, мы сделаем автоматическую память, и сделали раст, и там уже все сделали, практически вы берете, делаете как Kotlin, как в Python, уже все проще, все проще, такие языки заменят, все в будущем, я не говорю принимать мое мнение, потому что написано много продуктов, это понятно, и будут цепляться зубами, пока будет поколение, но молодежь на C++ писать не будет, дураков нет, дураков нет, потому что сейчас есть подковырки, ааа, раст, он немножко медленней, а это как написать, и Google сегодня пишет, признали, 90% ошибок из-за памяти, ну конечно, сделали ошибок с памятью, что излей 10 исправили, все нормально, так именно с Windows было, что вы не помните 2000-е, класснешь, завис, года 4-5 проходит, исправили, вот вам, я не к тому, я согласен с мнением современных программистов, что нет времени, да, сегодня есть раст, есть прекрасные языки, которые берут на себя всю работу, но с другой стороны, ребят, я ж не это хотел сказать, просто это мое мнение, его не обязательно слушать, да, чтобы не получилось там, что остались на задворках, да, ведь в чем смысл, смысл в том, что правильное изучение языка, буквально банально простое, в чем дело преподавателя, обратить внимание ученика, на определенные моменты, иными словами, надо выделить с языка схожие компоненты, которые относятся ко всем языкам программирования, итерации относятся ко всем языкам программирования, если вы поймете итерацию в одном языке, то точно начнете писать сходу в втором языке, вот и весь смысл, а в чем, когда читаешь сообщения в сети, и читаешь такие сообщения, вот читаю, человек пишет, да, примерно, я буду сейчас учить Python, а какой язык программирования потом учить, что посоветуете, ну понимаете, но ведь даже вам, слушателям этого видео, уже понятно, что язык-то не имеет значения, не язык надо учить, если, конечно, вы будете учить язык, каким образом, вот таким, изучать, пытаться, да, как это делается на большинстве курсов, да, а я сказал, что начинаю с типов данных, и новичку, который с большими глазами, с терминами, его там закидали, и начинают новичку говорить, понимает один преподаватель, но в большинстве курсов, что, преподаватель, просто запомните, он не плохой, не хороший, в большинстве курсов, преподаватель зарабатывает лишнюю копейку, пришел, а стрелялся, пошел домой, и когда новичку он рассказывает, что есть извлечение по срезам, есть то-то делают, и что у новичка происходит, у новичка происходит следующее, он пытается вспомнить, а что же делает список, а что сделает, значит, там строка, и где это, что, и как это происходит, но если новичку сказать, вы знаете, ребята, мы с вами будем изучать типы данных вообще, в три этапа, первый этап, мы сейчас с вами поймем, самое простое, вот смотрите, вы, у вас на кухне есть шкафик, шкаф это, для вас может быть типом данных, почему, потому что вы туда составили, чай, кофе, там, сахар, вы составили в одно место, вот вы можете этот шкаф назвать списком, вот в языке программирования, это называется именно так, у языка программирования нет шкафа, но для этого, в языке программирования есть типы данных, например, чтобы нам написать, что, слово какое-то, мы же не можем создать тип данных, написать слово, это было бы глупо, что мы создаем за тип данных, вот смотрите, мы создаем тип данных, строка, правильно, вот берем статью, Вот берем новость Но тип данных сказать, что это слово какое-то, строка, да, нельзя Почему? Потому что если мы откроем сейчас любой блокнот и вставим Вот это какой символ, какая буква Здесь вообще, вы скажете, хрень написано Нет, это Unicode Это люди пошли дальше Они что сделали? Они подумали Люди пишут на разных языках Взяли, поместили туда все языки обычные человеческие И символы аж полтора миллиона И получился Unicode, да Но тем не менее, значит, что такое строка? Это последовательность символов А что это мы разместили? Вот URL, как отобразить URL? Да только строкой Мы указываем URL, это строка Абсолютно верно Вот берем Django Открываем URL, тот проект, который мы пишем Вот, пожалуйста, вот Патч строка То есть название страницы, она записывается как строка Это первое, чего надо добиться И если преподаватель делает именно так Поэтому он рассказывает Ребята, типы данных мы с вами будем изучать Аж три этапа Потому что сейчас вы ни хрена не поймете И объяснять надо новичкам совершенно простыми словами Да, на первом этапе Потому что мы не можем объяснить с нуля человеку Что такое тип данных на самом деле Потому что проще объяснить, когда он точно поймет, что это последовательность, которую мы разобрали Чтобы это понять очень четко, надо разобрать последовательность Для этого надо функции и классы Вот тогда последовательно встанет на место Но в чем проблема большинства курсов? Абсолютно верно Вот так на начальном этапе прошли И забыли навсегда И дальше хоть трва не расти И ходит этот человек после курсов и думает Ни хрена писать не получается А дело то не в том, что не получается А в подходе И что он говорит Нашелся бы человек, который бы рассказал, как это делать Так вот Бавсуновский вам и рассказывает На что это похоже? Когда мы начинаем изучать типы данных Раздельно и пытаться вспомнить А вот такая ситуация Вот послушайте абсурдность Я вам говорю Сегодня мы пойдем выкручивать свечи зажигания Жигулей Пошли, покрутили Завтра у нас новое занятие Завтра мы пойдем выкручивать свечи зажигания У Форда Послезавтра приходите подготовленные У нас новое занятие будет Мы пойдем выкручивать свечи зажигания у Мерседеса Слушайте Ну, в жизни вы понимаете, что это бред, да? А в программировании новичку непонятно, потому что он приходит, а ему сказали, итератор, все, его нету, он уже вышел с занятий и думает, ну, как это сказать, химия, как в этом фильме, это наука. Ну, не буду ругаться, ну, там, как это можно понимать? А дело лишь в том, что преподаватель, если поменьше вот эти слов я для новичка использовал, он бы сказал, а вы знаете что, принесите завтра по корзинке, принесли по корзинке, у кого ведерко, у кого корзинка, у кого что, и сказал с яблочками, а ну-ка посчитайте яблочки, посчитали яблочки, а ну-ка, выньте пятый и седьмой, выняли, так вот это и есть извлечение по средам, в языке программирования это нашло понятие, извлечение по средам, а ну-ка, ребята, давайте разбираться, что такое итератор, что такое итерация, что такое итерируемый объект, а вот мы неправильно извлекли, банально просто, банально, и что вы мне скажете, что посчитать яблочки вы не умеете? и теперь вы будете рассказывать, что у вас нет мышления программиста, это ж надо пересчитать яблочки в картинке, мы можем, если бы вы не могли пересчитать, то его бы точно не было, но ведь вы каждый день что-то считаете, что-то посчитываете, сколько вам сахара купить, сколько там колбасы, холодильник открываете, да, и пошла поиск по итерации, яйца надо, то надо, это не надо, вы же посмотрели взглядом, но как бы это вам кажется, все равно вы каждый элемент проходите, вот вам итерация, но переведите это на язык программирования, назовите то, что вы сейчас смотрите на каждый элемент, назовите это просто итерация, и говорите себе, пойду проведу итерацию холодильника, и теперь встаньте предхолодильником, это итерируемый объект, ну конечно, если там можно 10 компонентов пересчитать, то это итерируемый объект, а лежит гвоздь один, посчитать округлость в шляпке, это итерация, да что-то не получается, значит это не итерируемый объект, или число один посчитать, да, итерация, нет, не получается, оказывается все просто, поэтому вся проблема изучения языка программирования находится в одном, в самом, в самом подходе изучения, просто одни изучают бла-бла-бла, пока изучали одно, это все забыли, понаписали умных словьев, ой, какие мы умные, нихрена не понимаем, Дим, зачем я это вам рассказываю, а за тем, что вы пробегаете сейчас, пробежали и пошли дальше, функции бросили, то бросили, Теперь, хорошо, взяли типы данных, взяли один элемент сейчас мы с вами, итерации, да, то есть последовательности, мы взяли последовательности, решили разобраться, функции вы продолжаете, да, дальше, решили мы с вами разобраться в типах данных, но уже серьезно, И оказывается, я вам подсказываю, что надо сделать в этих трех статьях, я думаю, вы точно теперь справитесь, то есть, открываем последовательности и читаем, итерируемый объект, и все, что касается итерации, вы начинаете проходить, то, что как описано в статьях, От вас что требует? Составить план, этот план, где есть там какой-то из статей 1, 2, 3, 4, 5, это и есть ваша система работы с кодом, Вторая проблема, которая присутствует большинство людей, которые пытаются писать в программе, начать писать, а у них не получается, потому что у них нет системы работы с кодом, Что такое система расходов с кодом? Я привел пример, какой? Сейчас я посмотрю, где это писал, вот я вам конкретно писал, вам и другим ребятам школы, кто читает сообщения, видит эти пробелы, которые есть в этих сообщениях, и вы увидели, что у вас пробелы, конкретно какие, мы сейчас посмотрим, Уже должны разделять обучение на две части, одна часть урока, вторая часть, работаем, то есть, вот я записываю видео, это для Димы, но если у кого-то здесь пробел с итерациями, а итерации занимают 98%, но мы сейчас определили, что итерациях ноги растут, в первую очередь, где? В типах данных, где там мы определяли, в общем, вы видели, да? Вот, то есть, для нас это должно понятно. Теперь пошли дальше, в чем заключается система работы с кодом? Да здесь надо просто то, что вы уже знаете. Итак, программист это человек решения, да? Потому что, еще скажу, да, это не популярная сейчас фраза будет, но есть сейчас целые сервисы, и мне часто предлагают, А вы не хотите расширить свой бизнес? Сервисы, где собираются пользователи, которые задают вопросы, а преподаватель отвечает на вопросы. Иными словами, будут эти ребята программировать? Да не будут ни в жизнь. Их, они приучили себя к чему? Спрашивать. Я не знаю, пошел спрашивать. Учить человека надо решать, а не спрашивать. Так, первое. Когда вы читаете код, абсолютно любой кусок кода, сейчас мы еще об этом поговорим, да? Абсолютно любой кусок кода, если вы видите что-то, у вас созрело, вы можете сами по себе думать, я могу сформулировать запрос и найти это в документации. Если нет, начинаем делать. Почему не делаем? Поэтому я спросил, а вы были в типах данных? Если не были, значит, надо их хотя бы найти для начала. Второе. Найти в документации. Откуда этот навык придет сам? Неоткуда. Дальше. Предвидите исключение. Ну, Дим, если мы будем вот так вот делать одно исключение, вот таким образом, как я показывал, вы сделали, да? И там есть одно исключение. Закрыл я, к сожалению. Ну, вы поняли, о чем я говорю. То вот этот пункт у вас выпадет. А подождите, а как же мы будем писать код, если в принципе наши опоры это исключение? Никак не будем. То есть, по сути дела, в данном случае у вас страдает ваша система работы с кодом. Дальше. Изучение функций. Вы бросили, да? Разобрались с параметрами. А я вам приводил пример, что до чего надо дойти. Вот то, что раньше давал задание, да? Вот это с Джанго пример функций. То есть, я здесь четко рассказал, что программисты Джанго, разработчики, да, подумали, они зачем поставили здесь обязательный позиционный параметр. А потому что четко стали на место разработчиков, которые будут использовать Джанго, что они обязательно должны ввести класс. Если они не введут класс, то должно быть исключение. То есть, это должно сделаться обязательно. Если убрать этот параметр, то что произойдет? Или поставить его необязательным, допустим, именованным. Или просто оставить аркварст, что говорится, любые, да, любые позиционные, любые именованные. А это то, что даже разработчик не поймет, который пользуется Джанго, да, и он не поймет, что надо использовать класс. Поэтому надо указать. Это не опечатка, это просто, чтобы не использовать ключевое слово класс. То есть, с функциями у вас не закончено. Теперь про Дениса вспоминайте. Вот когда он изучал функции, что он сделал? Он начал писать функции на разных языках. Дениса сразу сбрасывает на си, на го, то есть он начал себя проверять, а могу ли я сходу писать на другом языке. И смог. А почему смог? Да потому что ему надо было в другом языке посмотреть всего лишь только параметры функций. Все остальное он знал. Они одинаковые были, как питон. Ключевое слово, пусть оно другое, название, скобки для параметров и так далее. Все. Иными словами, Дим, прочитайте внимательно эти статьи, прочитайте внимательно и садитесь за свою систему работы с кодом. То есть, теперь ваши задания должны отражать то, что вы хотите делать. У нас совершенно свободное. Хочу делаю, хочу нет. Но вы должны четко отдавать себе отчет. Везде недоработка, она вылазит. Недоработали в функциях, пошли. Недоработали в итераторах, итераторы 98% программирования. Поэтому, если мы читаем итерируемый объект, и для нас это просто слово итерируемый объект, но за этим ничего не стоит, да, а у нас не всплывает сразу, что вот оно здесь прямо написано. То есть, оно проверяет, а является ли это списком, строкой, то есть является ли это то, где можно пересчитать. Иными словами, для того, чтобы это запело иным, как это сказать, появился смысл, надо четко разобраться, взяли на примере итерации, отсюда и идите, чтобы у вас был какой-то шаблон. Что итератор, итерация, итерируемый объект. И таким образом, уже будете подбираться к типам данных, совсем по-другому на них посмотрите. И уже даже проделав это, вы четко будете знать свойства всех последовательных. Останутся что? Останутся множества, которые как раз мы здесь рассматриваем, и останутся списки, то есть словари. Все. Дополнительно потом изучить массивы, а массивы используются вообще во всех языках. И принцип один и тот же везде. Это видео я вставлю сюда. Для чего? Для того, чтобы, это опять же я делал для ребят школы, чтобы подформатировали свои подходы. Понимаете? На самом деле, в большинстве своем ошибка заключается в том, что мои слова, когда я говорю, давайте работать с системой работы с кодом, и рассказываю вам. Многие ребята что делают? Они присылают одно задание, где они работали с исключениями, а потом это напрочь забывают. Понимаете? Ведь проблема в том, что прекращается работа. А что будет само собой? Сейчас я четко показал вам, что на самом деле есть над чем работать. Поэтому вот прочитайте эту статью, составьте план, и начинайте работать. Классы и так у нас начинаются. То есть проблем здесь не будет. И именно начинаются в том новом стиле. Для того, чтобы начать классы, я специально сделал вот эти несколько видео, они, кстати, бесплатные все, чтобы подтянуть ребят, что если мы собираемся работать с классами, профессиональный код писать, то давайте хотя бы посмотрим, что из себя представляет этот код. Мне пришло это понимание, когда Денис сделал задание по исходникам, да, он итераторы применения, он все это отработал прекрасно. Но просто очень где-то четко бросается в глаза, что он не воспринимает это блоками, да, то есть слоями кода, что есть определенный блок, и все это взаимосвязано. И чтобы показать эту взаимосвязь, я все-таки решил записать это видео, коротенькие, несколько уроков, там, ну, коротенькие, не коротенькие, чтобы мы могли все-таки посмотреть, что ничего здесь страшного нету в этих методах магических, да, что они все взаимосвязаны. И что все это есть. А все это есть, потому что еще неумение изучать, неумение... Сейчас я покажу, что я имею в виду. Вот, пожалуйста. Изменяемые типы последовательности. Когда мы начинаем работать с этими методами, то, в принципе, в принципе, сейчас... Где-то я упустил момент, да, ссылку. Сейчас посмотрю. Сейчас. Вот, сюда. Давайте посмотрим. Так, или это эта ссылочка? Нет, не эта. Не эта. Мы сделаем проще. Мы сделаем проще. Вот так надо набрать. Контейнеры нам надо. Вот. И тут мы находим последовательности, да, тут вот находим уже последовательности. И нам четко говорится, вот минимальные методы, да. То есть, дальше, то, что делается. И как раз вот эти уроки, когда мы рассматриваем, мы как раз рассматриваем вот этот код, да, чтобы подогнать, именно, к какому уровню то надо стремиться. Но на самом деле, зачем я еще показываю вот этот код для вас перед классами, да? Для того, чтобы начать код читать именно блоками. Что все, в принципе, логически понятно. Не так все много. И опять же, это же ведь готовое решение. Почему этот код профессиональный? Да потому что минимум кода, максимум пользы. Это же решение, оно есть. Где оно делается? Оно есть. Table Z, да? То есть, есть. Где все определено. Вопрос, что мы не понимаем. Ну и ведь и последовательность же здесь определена. Минимальные методы. Ну что здесь? Правильно. Когда мы не бываем документацией, неправильно изучаем, то нам, в принципе, непонятно. Но, на самом деле, здесь же все читается совершенно просто. Когда мы смотрим getItem, ну хорошо, ну вот я писал где-то урок, но сложного-то ничего нету. Сам подход надо. Программирование по системе номер один. По-моему, здесь. Вот. Посмотрите. Магический метод Python getItem. Здесь показано на хорошем примере. Иными словами. Если getItem, это извлечение по срезам. То есть, мы понимаем, как это делается. Но если мы это понимаем, то мы это можем в своем коде использовать. Кроме как существует целое... Это я зачем еще начал записывать? Чтобы люди понимали, зачем серьезно относиться с классом. И как их серьезно изучать, уже дальше будем рассматривать. Дальше. Вот последовательность подсчет. Далее поехали. Основные методы. Вот здесь написано. Не методы, а миксины. Да? Которые присутствуют. Остальные. Основные миксины, которые присутствуют. И здесь мы видим методы. Да? Вот основные. Добавление. Удаление. Заканчиваю на этом. Заканчиваю. Значит, Дим. Читайте эти три статьи. И ваша задача составить план изучения. План изучения. Вспоминайте, что раньше говорили мы, да? То есть, не заставляйте меня повторять. Я не буду никому ничего вдалбливать. Если мы раньше один раз сказали, что идти через исключения. Ваш код должен быть красный. Значит, это надо делать. Чтобы изучить поведение какого-то объекта, вы должны получить были максимальные исключения. Тогда это запомнится. Сделать один раз, это выбросить. Это знания никуда не нужны. И здесь и это описано. То есть, каким образом должны приводиться в порядок знания. Все пока. Все пока. В общем-то, есть над чем работать. У вас куча работы. Так что все получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok